приветствую всех на моем канале начинающим кулинаром новость кукс сегодня мы приготовим индийское национальное блюдо алю парадха это лепешка печется она из цельнозерновой муки можно использовать смесь пополам цельнозерновую муку и обычную муку начинка добавляется из зелени лука чеснока и отварной картошки поэтому для блюда нам потребуется несколько отварных картофелин все зависит от того насколько вы будете тесто оставить 1 луковица пару зубчиков чеснока небольшой пучок зелени потребуется специи кориандр кумин паприка смесь перцев гарам масала куркума мука цельнозерновая и обычная мука масло растительное и теплая вода три четверти стакана на 400 грамм муки и так приступаем к замесу теста и отмерила 200 грамм цельнозерновой муки высыпаю и добавляю к 200 грамм муки высшего сорта сюда же сразу добавляю щепотку соли и теплую воду сейчас мы замесим тесто теперь добавим в тесто растительное масло и теперь окончательно замешиваем тесто тесто получается эластичным практически не пристает к рукам готовое тесто мы накрываем контакт сверху я еще накрою полотенчиком и оставлю на час займемся в это время начинкой нарезаем лук и на сковородке с растительным маслом будем обжаривать лук до золотистого цвета в индии лепешки готовят не только на растительном масле еще на масле ки это топленое сливочное масло но я решила поскольку идет пост я приготовлю на растительном масле в зависимости от штата готовят и так и так вы можете брать любое масло какое вам нравится зубчики чеснока раздавим и мелко порежем нарезанный чеснок отправляем к луку на сковородку не забываем перемешивать чтобы лук с чесноком не пригорели теперь пришла очередь специй кумин кориандр гарам маслу смесь перцев мы добавили сейчас когда лук практически готов добавим куркуму и молотую паприку отварной картофель необходимо растолочь зелень мелко нарезаем и смешиваем с картофелем добавляем паприку и куркуму все перемешиваем и выкладываем в картофелю лук со специями и с маслом все перемешиваем и начинка готова присыпем стол мукой выкладываем тесто и делим на четное количество частей у меня получилось 12 шариков теперь каждый шарик нужно раскатать в лепешку на лепешку нужно выложить две столовые ложки начинки и сверху накрыть другой лепешкой прежде чем выкладывать начинку испробуйте на соль я картошку варила в очень соленой воде поэтому я не использовала соль но вы обязательно добавьте к специям еще и соль и так мы раскатали две лепешки получилась одна лепешка с начинкой готовую парадху кладем без масла на раскаленную сковороду и обжариваем с каждой стороны не забываем переворачивать через пять минут парадху готовую парадху разрезаем пополам и подаем с салатом из овощей приятного аппетита и до новых встреч на моем канале приятного аппетита